Давайте послушаем Мазелла Кинезиса без стэдди. Ну и второй трек Мазелла Кинезиса вы выбирали на ваш выбор. Абсолютным фаворитом стал трек «Дорога из Миннесоты». Его больше всего людей написало, что хотят. Давайте послушаем, как он звучит без стэдди. Может быть, это будет более самобытно. Витаминки в голове заиграли. Похуй. Я сейчас опять просто пойду искать трек, на который это похоже. Это что-то из «Burn to Die», по-моему. Вот здесь, кстати, не похоже на Пиро Кинезиса. Вот здесь действительно что-то другое выступает источником вдохновения. Но это приятно слышать. Управляются управленцами? Обуваются в обувь. Что они не понимают? Зависимость мозга? Все управляются управленцами? Это же уебищно с точки зрения русского языка просто. Вот это вот Мазеллокинезис. А вот между этими пропевками, кстати, вполне себе звучит самобытно. Юрий Торетто. И тут каждый выпьет одна чистый яд за честное слово. Я как трое суток в дороге харкаться пылью милей, чем харкаться кровью у ног. Меня не поняли, похуй, я словом зря не бросался. Север путь, чтоб держать, не без карты, не без компаса. Пратки для заправки. Ну вот, ну то есть он умеет что-то кроме нейросетевого пирокинезиса делать. Тем больше вопросов, почему он сознательно выбирает периодически так жестко косить под пиро. Заявляя, что альбом будет не в стиле пирокинезиса, но вот вам фит со стедди в стиле пирокинезиса, который фитует со стедди. То есть, ладно бы, опять же, ладно бы человек был просто настолько, ну, узок, что он бы просто не мог ничего больше. Вот он вырос на пирокинезисе и все. Но он же может. Но вот мы же слышим. Ну то есть ты можешь. Тем больше вопросов к моментам, когда ты выбираешь, да нахуй мне что-то свое делать, за меня все уже придумали. Субтитры сделал DimaTorzok Чтоб холод не поглотил, нуткнувшись, степчу плечо, поможешь мне отыскать эту дорогу из Миннесоты. Что же вдруг на меня нашло? Подкрадется мысль, как только быль сменят холод с квашнёй. Тут слезы недалеко и все чаще становятся кашель. Это даст понять, что одежда голодная и бросит кашля. Я бы тоже не прочь, но гордость мне прочно велеть, что тотчас тут мой поход бы закончился, если попросить помощи. А помощи не приходится ждать, сам себе режиссёр, значит сам себе и спасатель. Я как три недели в дороге, истерика, слёзы, боли, до крови стёртые ноги. Подъезды, еда с помоек, без денег пущенной по миру. Если видели беглеца, позвоните по номеру. Я звонил, звонил, хочу обратно без памяти, не чувствую руку, но под ритмы гудков не стоять. В паре миль до границы я не вижу, куда идти от нежных объятий холода, мне так хочется спать. Я усну. Судьбу и детство прекрасное не дано, как будто верят в их созвездиям в небесах надо мной. А в небесах надо мной кто-то разложит дорогу, укажет истинный путь или желт тянет на дно. И тянутся как резина, где бы мне найти сил, чтоб собраться как пазл сразу потрячешую картину. Чтоб холод не поглотило, уткнувся с трепчем причёс, поможешь мне отыскать ту дорогу из Миннесоты. Какое плохое зло я вам сделал. За шоу? Вы получили возможность выбрать любой трек из этого альбома. Вы выбрали это. Значит, либо вы меня ненавидите, либо там всё такое или хуже. Типа это лучшее, что есть. Припев пиздец. Это не слушабельное говнище. Это просто дресня, это пиздец. Ну, типа без шуток. Я как бы, ну, просто хочу сорвать наушники. Вот как только он начинает играть, это отвратительно звучит. Это просто говнище. По куплетам я скорее приятно удивлён. То есть, ну, ты можешь. Это рождает определённые вопросы. Но как минимум человек может. Просто не всегда хочет. Общее впечатление ужасное. Спасибо припеву. Переслушивать не хочется. Хотя вот, если попробовать убрать припевы из этого трека, то вообще он довольно надрывный, такой подростковый. И в нём и эмоция живая считывается. И как-то он, ну, откликается, на самом деле, на человеческом уровне. То есть, это звучит как ебаная пионерия с потенциалом. То есть, есть такие люди, которые, они пишут песни. Ты слушаешь, ты понимаешь, что из этого может получиться что-то годное. Потому что есть вот какая-то искорка божьего гнева в этом. В куплетах она есть. Но просто пока это на таком уровне находится, как это очень больно слушать. И я бы скорее вот так это и классифицировал. То есть, по идее, если Мазелов не бросит этим сниматься, я так понимаю, что, опять же, это не первое, не второе его увлечение, учитывая, что он там стример, блогер, ещё кто-то, диссы на меня записывает. Человеку есть чем заняться, занятой. То в целом, ну, у этого есть потенциал. То есть, вот понятно, куда копать. Не давайте Феде стэддис водить живой звук, я заебался. Блядь, вот есть люди, которые обожествляют Федю стэдди. Вот прям, Федя стэдди — это гарант качества. Нет. Федя стэдди, как любой профессионал, он крутой звукорежиссёр. Я уважаю его как специалиста. Но практически не существует специалистов, которые всё делают одинаково хорошо. Есть те, кто одинаково плохо всё делают, а вот те, кто одинаково хорошо — нет. Обычно, просто по мере того, как ты становишься всё более крутым спецом, ты всё лучше понимаешь свои сильные и свои слабые стороны, свои возможности и свои невозможности. И со временем ты зарабатываешь достаточно авторитета, денег, клиентов и всего прочего, чтобы не браться за то, что ты не можешь. Просто вот к тебе приходит человек и говорит, сведи мне там рок-альбом. А ты, будучи Федей стэдди, говоришь, братан, я таким не занимаюсь, это не мой профиль. Вот есть контакты клёвого звукаря, который хорошо сводит рок. Держи. Можешь сказать что-то от меня. И всё. Вот я искренне желаю Феде стэдди достичь момента, когда он... Я надеюсь, что он сам понимает, что он так себе это делает. Потому что он делает это так себе. И у людей постепенно тоже, вот которые к нему приходят с такими интересными заказами, тоже начнёт появляться понимание, что каждый специалист хорош в своей сфере. Федя стэдди клёво делает электронные, припопсованные, рэперские биты, вот такие вот прям такой КБС-стайл. Он хорошо работает с грязным экспериментальным электронным звуком. Вот прям там ни одного нарекания. Блять, его альбом последний звучал охуительно. Но когда вы пытаетесь покрышку от Формулы-1 на оба телеги, блять, натянуть, получается, ну вот как-то так. Так, читаю чат. У меня голова заболела после этого. Пиздец. Что за говно? Может, нормальную музыку послушаем. Включи космос. Напоминает, море волнуется 2. Ну, звучит так же интересно. Я был за космос. Ребят, простите, за Миннесоту было явно больше людей. Там есть хорошие треки, это полная хуйня. Еще раз. Не я выбирал трек, который мы будем слушать. Рейди, блять, не своди больше рок. Так я так понимаю, что это не Рейди сводил. Не, если Рейди, то все понятно. Как бы он так же море волнуется 2 сводил. Но вроде как там стэдди был. Это как Рейди, только нормальный. А если задонатить, нет. Ребят, задонатить не поможет. Очередь закрыта. У меня тоже уже голова болит. Если космос такая же хуйня, то я уже никогда не поверю чату. Никогда не верю чату. Они всегда просят какую-нибудь песню, потом пишут, что ты за говно включил, надо другую песню. Это классика моих стрима. Самый залайканный комментарий. Это очень сильный трек с точки зрения смысла. Я не могу забыть строчку про управляют управленцы. Про звук вообще молчу. Ты вышел на новый уровень, это полный разъеб. Кто-нибудь ему скажет. Похуй, погнали дальше. Каждый выпьет до дна чистый яд, за честное слово. Честное слово, все. Я как в трое суток в дороге. Харкаться пылью милей, чем харкаться кровью у ног. Меня не поняли, похуй, я словом зря не бросался. Северпуть, чтоб держать, не без карты и без компаса. Заправки, да заправки. Продолжение следует...